Привет! Эээ, Триборн! Друзья, совсем недавно я смотрел ролик с канала Звёздный Капитан, который называется что-то типа «Как победить медуз» из фильма «Песок». И тогда я сказал то, что если мы берём 15 тысяч просмотров на канале, мы посмотрим ещё один ролик с канала Звёздного Капитана про этот фильм. Вы 15 тысяч просмотров собрали, за что вам огромное спасибо. И сегодня мы глянем ролик, который называется «Песчаные медузы» из фильма «Песок. Биология, этапы развития и способности». Но прежде чем начать смотреть ролик, не забывайте подписаться на телеграм-канал, на вас, на Яндекс.Зен, на группу ВКонтакте, и все ссылки будут в описании. Теперь давайте глянем видосиан, уверен, он будет офигенный, как обычно. Поехали! В данном видео я расскажу вам о гигантских плотоядных медузах, показанных в фильме «Песок». Вы узнаете про их биологию, этапы развития, про спос... Блин, какая стрёмная тентакля вообще, но я имею в виду компьютерная графика просто отвратительнейшая. Ну, это фильм, скорее всего, какой-нибудь категории «Б» там у него было бюджет вот такой. «Мособы нападения на добычу и ее поглощения, а также многое другое». Давай! Если даже не знать, что там есть какая-то медуза, можно подумать, что песок съел человека. Плотоядный песок! Что-то новое! Берите на вооружение кинодела, сделайте такой фильм, я его посмотрю. «Это невозможно!» Как это невозможно? Это у тебя на глазах случилось. «Если вам все понравится, то ролики про разных тварей не заставят себя ждать». Он так сказал, на самом деле, как будто бы это первый видос из подобной рубрики. Когда вообще видос вышел? В 20-м году. Ну, вряд ли он первый был. А этот вот такой. Нифига себе, вот это у него пасть! Может сожрать сразу большой бургер, нифига себе! Прикольно! Сначала я вам вкратце расскажу о том, что произошло в самом фильме. И о самой печаной медузе. Ну, мы уже примерно все знаем это, потому что вместе с вами смотрели более новое видосиан. Но люди, которые смотрели вот этот ролик первым, вряд ли знали, что происходило в этом фильме. Потому что кто вообще смотрит такие фильмы? Кроме «Звездного капитана», чтобы сделать для нас контентик. И ладно, найдутся люди. А после перейдем к подробностям. Итак, знатно отдыхающая на пляже молодежь находит странного вида яйцо. А под утро большая часть пьянчук бесследно исчезает. Как выяснилось, гигантская медуза неизвестного ранее вида стала с большим удовольствием поедать горе гуляк. Ну, еще бы вкусное, наверное. Ой, жесть. Песок тебя кушает. Ей помогают длиннющие щупальцы, усеянные многочисленными токсичными жгутиками. Увидели у нее на волосах был вот этот вот... Вот это вот свещение. Это так отвратительно выглядело, жесть. Их контакт с жертвой обеспечивает ее обездвиживание, парализацию... Как будто бы они просто танцуют. Это какой-то концерт. Они такие... У-у-у, давай! И последующее поглощение. Так. Уже обсуждаемая медуза может легко зарываться в песок, что не свойственно обычным представителям этого вида. Не понял, что они так быстро бегают или это... Ха-ха, перемотка! Тут же просто она может перемещаться в воду, путешествуя от одной своей кормушки к другой. В качестве пищи у этого создания выступают абсолютно все живые существа. Например, птицы, рыбы и вкуснячие человеки. Вкуснячие. Ты пробовал? Бронни! Как она ужасно закопалась, это прям жесть. С кратким описанием... По-моему, сказал Бронни. Закончили. Теперь давайте поговорим обо всем более подробно. Давай! И начну я не с медузы, как вы могли бы подумать. Сначала стоит поговорить о фильме, который послужил вдохновением для создателей песка и плотоядных медуз. Нифига себе, смотрите, там что это за орги. О чем они сами заявляли в интервью. Ой, жесть. Идет о старой киношке под названием Кровавый пляж, вышедший еще в 1981 году. Офигеть. Это вот здесь вот прям натурально это выглядит, конечно. Сначала о печальном. Если тот же песок снискал определенное уважение среди фанатов хорроров. Да ладно, серьезно? Я о нем узнал только из ролика Капитана. Если получил средние оценки критиков, то Кровавый пляж с треском провалился по всем фронтам. Где-то я как будто бы увидел этого актера. Кто это? Вызвав негодование у каждой из сторон. По сюжету людей одного за другим начинает затягивать в песок некая жуткая сила. Совсем скоро становится понятно, что во всем виноват неизвестной науке монстр. Так. Монстр-то этого там показали нам, нет? Из себя он представляет получервя полурастения. Какая мерзительная фигня. Напоминая мутированную венерину мухоловку. Обитало существо в заброшенном здании. Что-то у меня мурахи побежали прям по коже, как будто эта хрень стояла сзади меня. Такие пляжи, раскинув свои щупальцы под песком, словно корни. В конце фильма мухоловку взорвали. Но из-за ее ошметков выросло множество отдельных монстров, которые продолжили свою кровавую трапезу. Капец. Сделали, короче говоря, еще хуже. Тогда была одна, а сейчас теперь миллион. Это как гидра. А ты рубишь нам одну голову, появится две. Взорвешь одно растение, появится миллион. Ну и выбирать, что делать. Офигеть. Создатели песка не стали делать ремейк. Решив место дальнего родственника Одри 2 сосредоточиться на доисторической гигантской медузе. Мне на самом деле кажется, что они правильно сделали, потому что новый монстр, новый интерес и так далее. По словам сценаристов и режиссера, такие особи обитают в океанических пучинах, не показывая свой жуткий лик на поверхности. В результате... И кем они там пытаются? ...то ли подводного землетрясения, то ли просто неудачного стечения обстоятельств. Одно из яиц оторвалось от одна, и его течение вынесло на поверхность, аккурат к нашим гулякам. Блин, у меня что-то прям мурахи по коже, это дофигни. Ну, прежде чем мы затронем медузи яички, давайте поговорим... Яички! ...сморим о самих медузах. Медузы это фаза... Ненавижу медуз, отвратительные создания. ...то жизненного цикла стрекающих, то есть многоклеточных водных животных, имеющих стрекательные клетки, которые используются для защиты от хищников и охоты. Делятся медузы в основном на следующие классы. Гидроидные с цифоидной и кубомедузы. Различаются они по определенным параметрам, например, строению. Вот эти вот самые отвратительные. Ну, по крайней мере, они были на побережье, на всяких югах, они меня прям бесили. Этот момент для нас сейчас не так важен. Размеры медуз также варьируются. Обычно тело, также именуемое колоколом или зонтиком, достигает от одного миллиметра до почти двух метров в диаметре. Нифига себе, если бы я, наверное, такую медузу видел, я бы пересрался и сказал... А-а-а-а-а! Помогите! Чупальцы самых крупных особей, таких как волосистая цианея, могут доходить до 37 метров в длину. 37 метров. Да она обовьет человека и это его задушит. А общая масса составляет порядка 200 килограммов. Ха-ха! Вот смотришь, да, на такую вот прозрачную хрень и даже не можешь себе представить, что она такая тяжелая. Меньше ешь! Вот медуза в фильме имеет просто невероятные размеры. Да как бы 37 метров, это тоже как бы невероятно. Параметр ее колокола составляет сотню метров, а длина щупалец доходит до 300-400. Но это параметры уже взрослой особи, показанной в конце фильма. Во время поедания людей на пляже, показанная медузка была все еще в начальной стадии развития. Тихо, это начальная стадия, жесть. А потому ее размеры были значительно меньше только что указанных. Да, я бы не сказал, что значительно, а в любом случае она вызывает ужас. Ам-ам-ам! Бери меня! Я подготовлен. Такой фантэчик. Плюс, учитывая, что медузы растут в протяжении всей своей жизни, какими будут размеры показанной в фильме твари, впоследствии остается только гадать. Интересно, это арт по этому фильму, или просто кто-то нарисовал такую страшную здоровую медузку? Ну, очень красиво, конечно. Особенно, если учесть такие стремительные темпы роста. Наша гигантская медуза, как и некоторые обычные виды, живущие на большой глубине, обладает биолюминсцентными щупальцами и телом. Что еще интересно, так это отсутствие мозгов и органов чувств у простых медуз. Я просто сказал, а, тупая, да? Вместо этого они обладают светочувствительными клетками, которые способны отличать тьму от света. Ну, вот эти вот розовенькие прикольно выглядят, конечно. Но все равно бесит. Мне кажется, медузами бесят так же, как насекомые. В фильме же жгутики на щупальцах существа, как и сами щупальцы, легко определяют местонахождение своей добычи, как в дневное, так и в ночное время. Смотрите, она ее трогает, но ничего с ними не делает. Другой важной особенностью нашего монстра является регенерация. Абсолютно все его клетки взаимозаменяемые. И любая утраченная часть тела довольно быстро восстанавливается. Ну, нифига себе повезло ему. Значит, завалить его как-то будет сложновато, да? То есть, говоря другими словами, если кто-то разрежет обсуждаемую медузу на две части, то из каждой вырастет отдельный особь. Даже из каждой? Ну, прям регидра, реально. Помните, я обещал затронуть медузе яички? Давай, яички! Сейчас самое время. Итак, женские особи производят яйцеклетки, а мужские сперматозоиды. После их созревания они через ртовые отверстия выходят наружу и оплодотворяются. Через ртовые? Это очень странно. Давая жизнь планулам, личиночным стадиям в жизненном цикле медуз. О, мерзость. Планулы оседают на морском дне, прикрепляются к нему и превращаются в полипы. По мере созревания от них отпочковываются молодые медузки. А, нифига себе, это из одного яйца, их несколько? Однако у некоторых видов определенные стадии могут... Фу. Блин, у меня реально мурахи по всему телу. В фильме героя как раз-таки и выловили из моря то ли планулу, то ли полип. Очевидно, что он не закрепился на дне по тем или иным причинам, и его вынесло к берегу течением. Сценарий не дает четкого ответа, что именно это такое, обозначая находку как яйцо. Так. Я не верю в монстров. Только что, наверное, я не знаю, это начало фильма или нет, но в любом случае, там при тебе уже несколько человек съели. Да, я тоже не верю, но... Но как бы мы сейчас все видели, да? Это ебаная яйцо. Но учитывая, какими свойствами авторы наделили медуз в фильме, это последнее, чему следует удивляться. Мы накормим их своим дерьмом. Потом они сожрут дерьмо, оставшееся от их дерьма, которое мы заставим их схавать. Какая версия? Вы уже поняли, наш монстр может взорваться в песок и распространять по нему свои щупальцы, ловя таким образом свою добычу. При этом такие конечности обладают развитой мускулатурой, которая позволяет совершать молниен... Откуда... Ну, я вот не про эти здоровые конечности, а вот про маленькие, которые тоненькие. Откуда у них мускулатура вообще может быть? Вопросные атаки, хватать выбранную цель, рыть песок, плавать и делать многие другие вещи. И вообще, откуда у медузы мускулы? Это прозрачная хрень! Которые щупальцы простых медуз не способны. А, все понял, ладно. Это, по-моему, светомузыка просто. ДИСКОТЕКА! Они как будто смеются, вы посмотрите. Вон, вот, блондинка, по крайней мере. С определенной долей достоверности показан способ охоты. Для этого используются специальные стрекательные клетки, кнедоциты. Чтобы сильно не грузить вас процессом, расскажу короткую версию. При приближении врага или потенциальной добычи, щупалец, если можно так выразиться, выстреливают стрекательные нити, на концах которых располагаются шипы. Блин, а если они сейчас высоко поднимутся? Страшно. Именно поэтому герои фильма не могли освободиться от, казалось бы, столь крошечных волосков. Не трогайте песок! Вот прям ключ лежит, короче, а он прям с песком берет. Нет, мы взяли так... И все. Ну, в любом случае, мне кажется, эта хрень бы его сцапала. Плюс сразу же в жертву впрыскивается большое количество токсичных веществ, обладающих моментальным парализующим действием. Бедняга. У обычных медуза бездвижные жертвы перемещаются в ротовую полость, а в фильме волоски разлагали добычу на месте, впитывая в себя получившийся бульон. Это отвратительно просто. Слово, возвращаясь к обычным медузам, стоит заметить, что их яд легко парализует любую добычу, на которой они охотятся, будь то планктон, ракообразный или рыба. На человека в большинстве случаев яд оказывает обжигающее воздействие. Ну, пару раз меня медузка, по-моему, жарила. Да, может привести к смерти. Ох, жесть. Ну, там были маленькие, конечно, не такие здоровые. А это что за фильм? То же самое, что ли? Ужас. Просто ужас. А, всё-таки, значит, можно. Ужас. Который продолжит поглощать все встречные живые организмы. А как тогда его победить-то? Это всё на сегодня. Ну, так сказал, просто убить сложно. Я думал, всё-таки есть какой-то способ. Нету, что ли? Ну, насколько я помню, капитан вроде как рассказывал, что в конце фильма она уплыла. Тичь. Это страшно нафиг. Если вам понравилось, ставьте щупальце вверх. Офигенно, конечно. Я палец вверх поставлю, не хочу щупальца. И кушайте вкусного человека. А можно не надо, пожалуйста? А что за фильм? А ну, с акулой какой-то, правда. Спасибо, и помните, что песчаных медуз не существует. Надеюсь, слава богу. Просто отдала друга пожрать. Это чё? О, я знаю, кто это. Это синий Масамари. Это вообще дичь какая-то. Зачем она это сделала? Она его почти уже дотащила. Ты чё? Женщина? Видос получился, как обычно, мега офигенный. Огромное спасибо звёздному капитану. Прям дичайшим мне понравился ролик. Ну, и давайте тоже под этим видосом соберём 15 тысяч просмотров. Если будет, посмотрим, что-нибудь ещё. Можете в комментах предлагать. Выберём какой-нибудь видосян. А если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока!